Каждый год, 9 мая, знамя победы в ордене на главных площадях нашей страны. Верные священной памяти, мы собрались здесь, чтобы отметить Моей Родиной и всего человечества от фашизма. Навечно останутся в памяти народа. Принимает командующие войсками дважды орден Ленина. Генерал-полковник Андрей Гортополов. В войне построены командующим парадом генерал-лейтенант Остапов. Кузыка военная армистра звала людей на подвиг, поднимала их в моральную душу. Горила земля и капли. По сложившейся традиции открывает военный парад, сводный расчет юных барабанщиков. Юные наследники славы адмиралов Ушаковы и Лазарева Свято чтут и приумножают традиции российского флота. Торжественным маршем проходит сводный парадный строй дважды краснознаменного военного института физической культуры. Стремительные рейды лыжников в тыл противника. Подготовка снайперов и отрядов особого назначения для действий во вражеском тылу. Сражение за Ленинград. Вот вклад в великую победу. Министерство внутренних дел России за годы своего существования университет выпустил более 20 лет. Выпускники университета всегда стоят на страже законности и право порядка, обеспечивая защиту. За вековую историю учебным заведениям подготовлено более 30 тысяч специалистов. На марше старейшее учебное заведение пожарно-спасательного профиля в России. Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы. В годы Великой Отечественной войны над танком развивается и сеть, что делает их маневренной и грозной силой на поле боя. В составе группы автомобилей КАМАЗ-53-501 с мотовездеходами АМ-1. В парадном строю новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К» – бригады специального назначения Западного военного округа. Машина представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью. Спасался советскими войсками в Афганской войне, а с 90-х годов прошлого века являлся основным бронетранспортером вооруженных сил России. Активно использовался практически во всех крупных вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. Великие годы проходят соломы и машинские ходы, ставших надежные защиты и огневой поддержки. В маратном строю гауприцы Т-30. Ни одно сражение, ни один бой любой войны не отходится без артиллерии. Трудно переценить склад артиллерии. Одну минуту обрушить на врага почти полную снарядов является самой мощной. Самые короткие сроки. Перед трибунами наследники грозных «Катюш» установки «Торнадо-Г». И красные звезды. На площади появляются уникальные оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» – внуки легендарной «Катюши». Их представляют ракетчики 26-й Краснознарёвной Неманской орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады. Абсолютно неуязвимые для любой системы противоракетной обороны оперативные тактические комплексы «Искандер» способны поражать командные пункты аэродрома и позиции артиллерии по всей оперативной губине их расположения. На марше российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» – «ЗРК «Панцирь-Гордость-Тульс» Станции обеспечивают автоматизированную радиосвязь на стоянке «РЭМ-КЛ». Современное оборудование и оснащение позволяет экипажа осуществлять ремонт, оказывать помощь в техническом обслуживании и эвакуации автомобильной техники для десантирования и транспортировки личного состава, а также различных... В Су-24МР летчик 1-го класса подполковник Илья Дыбин. Су-1-го класса подполковник Сергей Осик. В едином монолитном строю пройдут надплощки... Су-2-го класса подполковник Сергей Осик.